Что случилось? Элай бьет Юми! Зажали в окно, все напали! Юми! Все против Юми настроены! Привет, я Аня и ты на канале Magic Family! Наш канал единственный на ютубе, где столько много самых разных животных! Если ты здесь впервые, скорее подписывайся на наш канал, а мы пока попробуем их сосчитать! Ослик! Лошадка-пони! Русские псовые-борзые! Синбернар! Попугаи-ара и какаду! Целая банда собак породы вельшкорги-кардиганы, а также их милые щеночки! Редчайшая порода в России ланкаширские хиллеры! Самые разные какие только можно котики и кошки! Смешные йорики и маленькие чихуашки! Барашки и козочки! Канарейки! Красивые голуби! И другие птицы и животные! Совершим небольшую прогулку! Да, ребята? Клементий! Ай, молодец! Чем обычно занимаются собаки в будний день? Да, вот с чем! Очень хочу вам показать скорее, как мои чихуашки, Юми, Софи, Эйвен и Миша учатся плавать, как плавают корги в речке! Но, к сожалению, сейчас очень холодно и вода в речке холодная, и мы не можем никак искупаться! Помните, ребята, недели три назад я снимала видео о том, что мы решили попробовать один из кормов новых абсолютно в России, корм платином! Это даже не сухой корм и не влажный корм! Я сняла видео о том, что я решилась его попробовать и проверить, перевести своих собак с натуралки на этот корм и посмотреть, что же будет! И даже на сайте у производителя написано, что через три недели вы заметите изменения! И я их заметила! И сегодня, ребята, по пути, пока мы будем гулять, я буду давать какие-то советы и рассказывать про поведение Юми в стае и вообще про всех собак! Я расскажу вам про результаты трех недель питания вот этим вот самым кормом платином! Я не буду вам сейчас его показывать и рассказывать про него, я не вижу смысла! Мы снимали такое видео, по ссылочке в описании я его оставлю! А также я сегодня покажу, как кушают наши собаки этот корм! Да, ребята? Потому что, по-моему, еще никто не видел, как едят, ест вся эта толпа! Первое, что я могу сказать сразу, все его очень полюбили! И просто отказываться от него никто, конечно же, не хочет! Просто готовы вырывать его из рук! Даже Миша, которую невозможно заманить на лакомство, сходит по нему с ума! Маленькие собаки дружат с большими собаками, у всех одинаковые отношения, но иногда, конечно же, как и в любой стае, возникают конфликты! Например, моя собачка Миша очень стеснительная, и ее все остальные пытаются как-то... Да, Миш, очень вовремя пытаются как-то над ней доминировать! А вот Юми, она тоже маленькая собачка, щенок, но у нее очень серьезный характер! И у нас возникла, ребята, серьезная проблема! Так как Юми очень доминантная собака, несмотря на свои размеры, она со всеми конфликтует! И мне это, конечно же, не нравится! Юми, чё, проси, молись, давай, ай, молодец! Она ни с кем не хочет общаться, от всех убегает, кроме чихуашек, и даже нападает! Проблема в том, что, в конце концов, Юми может очень сильно напроситься ей кто-нибудь... Привет, Чейз, привет! ...соберется и поставит ее на место уже всерьез! В нашей волшебной семье коты не дерутся с собаками! Даже наоборот! Сейчас у нас есть щеночки вешкорги кардиганов, и Чейз устроился к ним кота няней! Он приходит и нянчит их, пока мама хочет гулять! Юми знает команду «иди сюда» ко мне прекрасно, но сейчас, когда рядом со мной очень много собак, она подходить не хочет! Потому что она, видимо, считает себя какой-то индивидуальной! Гуляем! Юми в семье новичок, и я не пытаюсь на нее давить, потому что пусть она осваивается, но если она будет продолжать защищаться, огрызаться на других собак, нам придется над этим серьезно работать! Я заметила, что больше всех Юми конфликтует с Илаем, он прямо на нее нападает, точнее, он, конечно, хочет с ней поиграть, но она очень против игры с ним! Ведьма! Ведьма огромная собака, русская псовая борзая! Несмотря на то, что собаки все очень воспитанные, обычно никто так не делает, но этот корм, если я оставлю пачку и уйду, вы увидите, его за 5 минут не будет, его обязательно кто-нибудь стащит, и они все его съедят! Как я и предполагала, ребята, все закончится тем, что пачки просто не будет, поэтому надо вовремя их остановить! У Юмичу не стояли уши, я, конечно, понимаю, что за 3 недели они и сами могли встать, но я думаю, что питание с достаточным количеством витаминов и минералов тоже влияет на этот момент, и у Юмичу встали ушки! Также одна из наших проблем была, это лишний вес у Софи, она очень сильно начала поправляться на натуральном питании! Помните, я учила вас проверять собаку на ожирение, то сейчас у Софиши наконец-то появилась талия за последние несколько месяцев, да, Софиш? До этого у Юми очень сильно блестела шерсть, она стала еще более блестящая, она просто переливается на свету, сейчас нет солнышка, но это реально видно! А у Мишеньки тоже были проблемы с шерстью, и меня очень беспокоило, что у нее появлялись какие-то залысины и даже какая-то перхоть, а сейчас все реально стало лучше, и шерсть стала на ощупь более мягкая, приятненькая такая! У некоторых собак была реально проблема, то, что текут глаза, и у многих эта проблема практически абсолютно исчезла! У некоторых собак вообще этой проблемы нет теперь! У Ивасика еще немного осталось, но тоже стало гораздо лучше, чем было раньше! Есть такой очень интимный, ребята, момент, но я, раз уж наш канал единственный на Ютубе, на котором есть реально полезные советы про собак, и реально рабочие лайфхаки, и дрессировка, и все остальное, и мы говорим реально ценную информацию, Я вам скажу очень такую интимную подробность из жизни собак, они, когда ходят в туалет таким кормом, который им не подходит, он как бы, по сути, не очень хорошо усваивается, и в таком случае собаки ходят в туалет очень часто, либо ходят очень много! А если корм усваивается очень хорошо у собак, то собаки ходят в туалет нормально, не слишком часто, и не слишком редко, и нормальным количеством! Так вот, этот момент у нас очень сильно изменился! И он изменился! Маленький щенок на газонокосилку лает, он не понимает, что это! Это произошло буквально через, наверное, ну, дней пять! Я стала гораздо реже убирать пеленки в доме, или убирать за своими собаками на улице! До этого и Миша, и Юми, и Софи были, я бы сказала, какие-то вялые, особенно в последнее время, это тоже может быть связано с питанием! А сейчас они реально стали более игривые, веселые, больше бегают! Мне кажется, они лучше себя чувствуют! И если, когда я нашла этот корм три недели назад, у меня были только какие-то надежды, то сейчас он окончательно оправдал мои ожидания, и я, конечно же, не собираюсь переходить на какое-то другое или искать что-то еще другое! И если меня спросят теперь, какой корм едят мои собаки, я уже могу реально честно что-то порекомендовать! Поэтому ссылку, если что, оставляю в описании! Пошлите! Пошлите кушать! Вот! Ай, красивая собака! Миша, везде! Везде, где есть еда! Мань, пойми, иди, он еще там есть! Мань, пойми! Ну и все! Эйва, мудрая собака, тоже сегодня ругала Юми, маленькую проказницу! Кто только на Юми сегодня не порычал! Да? Да, Вось! Что-то случилось? Элай бьет Юми! Что здесь происходит? Хватит уже! Зажали в угол, все напали! Все напали! На самом деле только на Юми! Все Юмис! Все против Юми настроены! Так! Стоп! Да, скажи, напали на меня, бедную! А я все плаку! Но я тебя не буду хвалить, потому что ты рычишь и эскалишься! То есть это называется социализация, и она хочет быть главнее всех! Гордость! Г, гордость, да? Юми сейчас делает вид, что ей очень страшно, она испугалась, но я тоже, если честно, за нее испугалась! Да, Юмичу! Но дело в том, что все собаки, которые пытались указать ей свое место, делали это не потому, что они агрессивные или злые, они делали это потому, что она маленькая и пытается вести себя с ними агрессивно, то есть говорить им, что она здесь самое главное, и командовать ими, конечно же, они хотят объяснить ей, что это не так! Бедный покемон! Но спускать ей это с ее... Не лежись! Лап нельзя! И нужно над этим работать, ребята! И мы этим и займемся в ближайшее время! Мы скоро увидимся! Скоро увидимся! Тут мастер меня... Атаковал!